Витебск – город красивый, хороший, удобный, но не простой. И не только потому, что там международный конкурс проходит, а потому что это, можно сказать, чисто славянский город. Больше в мире нет таких городов, как Витебск. Образцово – славянский город, где нашли свое место представители всех национальностей. От евреев до русских. Я уже не говорю там о белорусах и так далее. Поэтому этот город должен и остаться оплотом вот этой толерантности и умения строить жизнь со всеми группами разных национальностей. Город непростой, хоть красивый, работать там можно. Я бы даже сказал – почетно. Но я очень жду, что и так там немало сделано, но чтобы не остановили мы этот процесс, и Витебск был еще краше. Мне чем нравится Витебск, что он холмистый город. Это гораздо удобнее для коммунальщиков, нежели в Минске. Особенно, когда дожди, а дождей там хватает и влаги тоже. Ну и вообще я люблю города, которые расположены на таких холмах. Поэтому это красивый, удобный город. И могу только пожелать вам успехов. Не останавливаться. Спасибо. И принципиальность. Спасибо. Я в Витебской области родился, а в Бресте самый трудный период жизни у меня прошел, когда я служил в армии пограничных войска. Потому для меня так сложилось, что все города имеют определенное значение. Очень много для Бреста сделали. К тысячелетию. Я полагаю, что мы все объекты построили и более-менее привели город в порядок. Это ворота. Ворота не только в нашу страну. Это ворота во все наше Отечество, бывший Советский Союз. Поэтому надо его содержать в порядке. Он своеобразный. Он отличается от Витебска. Притом очень серьезно отличается. Ну ничего страшного. Многообразие и вся красота нашей республики. Поэтому вы идете на такие должности, в таких разных городах, но очень важны для нас. Не забывайте, что у нас этот год очень серьезный, очень сложный. Мы должны напрягаться до неимоверности, особенно в Витебской области. И, конечно, Витебску хватит тоже. Думаю, и ваш Брест, наш Брест также будет озадачен по всем направлениям.